В культурной жизни нашего города знаменательные события. Здесь проходит всероссийский конкурс юных музыкантов по классу фортепиано. В последний раз в нашем городе подобное творческое состязание было в 2007 году. Затем конкурс проводился в столице республики. В этом году по решению организаторов он вновь вернулся в город Кумертал. Должен сказать, что все мои коллеги по работе в жюри, коллеги-педагоги-пианисты с большой радостью восприняли эту новость. Потому что Кумертал мы все вспоминаем с большой теплотой. И конкурс, который проводится здесь, мне кажется, что для города это большое событие, это большой праздник. Школа прилагает максимум усилий для того, чтобы каждый участник, каждый конкурсант, каждый педагог был окружен вниманием, заботой. И нет сомнений, что праздник удастся. В конкурсе принимают участие юные дарования со всех уголков республики. Среди участников Лилия Смогилова. Она учащаяся у Фимского среднеспециального музыкального колледжа. Кроме фортепиано, Лилия играет на арфе, саксофоне, занимаясь вокалом. У юного музыканта большие планы на будущее. Начала я играть на фортепиано с 8 лет. Сейчас мне 15, я занимаюсь в 8-й год. Мне это очень нравится. Я постараюсь в дальнейшем стать профессиональной пианисткой. Я над этим тщательно работаю. Пока стараюсь себя показать на публике в городе Кумертау на этом конкурсе. И в дальнейшем буду продолжать этим заниматься. Все выступления прослушивает профессиональное жюри, в составе которого деятели культуры и искусства республики. Их вниманию юные дарования представляют по два произведения. Дойти до финального тура – задача не из легких. Программа очень сложная, я считаю. И здесь такой высокий уровень исполнительства у всех детей. Ну, возлагаем надежды. Но самое главное – участие, я думаю. Ну, а посмотрим. Другой город, чужой инструмент – все это добавляет волнение участникам. Но конкурсы для того и существуют, чтобы выявлять самых достойных. Ведь просто владеть техникой исполнения – не самое главное. Будут оцениваться все профессиональные качества конкурсантов. С одной стороны, требования академические, стилистическая точность исполнения, понимание особенностей того или иного композитора, владения различными формами, жанрами, полифония, этюд, крупная форма и так далее. А вторая часть требований – это артистические требования. То есть здесь уже речь идет о даровании ученика, о его умении владеть собой на сцене, о его умении быть интересным для слушателей. Конкурсные прослушивания будут проходить в течение двух дней. 22 марта состоится церемония награждения победителей и концерт с участием лауреатов. Айгуль Мухаммедшин, Ильнур Аминов, Новости.